Добрый вечер! Время вечерних новостей. В студии работает Асилу Мурзакова. Председатель Кабинета министров Ахлбек Джапаров выступил на Бишкекском международном финансовом форуме «Финтех» и устойчивое развитие будущего финансов. Глава Кабмина своей речи отметил, что экономика Кыргызстана вышла на траекторию устойчивого роста, открываются не только новые предприятия, а целые новые отрасли и направления, растут обороты внешней торговли. Ахлбек Джапаров также сообщил, что по сравнению с 2019 годом объем ВВП вырос в два раза и достиг 1,228,000,000 в 2023 году. Темп роста ВВП за три года составил в среднем не меньше 7%. Кредитный портфель увеличился в два раза. Председатель Кабинета министров отметил, что в целях привлечения в страну больших инвестиций во все секторы экономики Кабмин приступил к активной подготовке вывода новых наших ведущих корпораций на международные биржи. В процессе вывода на IPO будет играть большую роль также национальная кыргызская фондовая биржа. Открываются не только новые предприятия, открываются целые новые отрасли и направления, растут обороты и растет внешняя торговля. Только на днях мы вместе в правительстве, я знаю, прежде всего в банковском секторе, обрадовались обновлению оценки со стороны рейтингового агентства Мудис, когда он изменил прогноз по кредитным рейтингам правительства Афгазистана на стабильный с негативного. Председатель Кабминета министров Акубик Джапаров принял участие в презентации нового мобильного банковского приложения «Береке» открытого акционерного общества «Элбанк». Глава Кабмина своей речи отметил важность использования инновационных технологий, решений для развития страны. По его словам, данное мобильное приложение будет служить для предпринимателей удобным инструментом для ведения своей деятельности. В завершении Акубик Джапаров также рассказал о проводимой фискальной политике страны, подчеркнув важность увеличения объема безналичных расчетов в стране. Отметим, банковское приложение было разработано по поручению президента при поддержке государственной налоговой службы для представителей малого и среднего бизнеса. Преимуществами приложения «Береке» являются экономия времени на посещение налоговой службы и банков, полное управление налоговыми обязательствами, онлайн – уникальный и востребованный инструмент для малого и среднего бизнеса. 21 мая в ОВД Скотинского района заявлением обратилась гражданка 1988 года рождения о принятии в отношении женщин, которые 21 мая, находясь в средней школе села Красная Речка Скотинского района, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, избили и нанесли ей телесные повреждения острым тупым предметам, которая в последующем была госпитализирована в Чуйскую областную больницу. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции было установлено подозреваемое. Ею оказалась гражданка 1984 года рождения, которая в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления была задержана и водворена в изолятор временного содержания. По делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается. 19 мая в ОВД Московского района заявлением обратился гражданин 1983 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного водителя автомашины марки «Хонда Фит», который 18 мая, войдя в доверие, обещав доставить косметику до пункта назначения, завладел им и скрылся. В результате потерпевшему причинен материальный ущерб. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранний судимый гражданин 1999 года рождения, который в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ходе следствия было установлено, что задержанный также причастен к совершению аналогичных и других преступлений на территории Суклухского района и города Бишкек. Горожане могут отправлять информацию о нарушениях правил дорожного движения онлайн, сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Ведомство ввело в эксплуатацию круглосыточный контактный WhatsApp номер 0777-102-102. Теперь граждане, ставшие свидетелями неправильной парковки автомашин, заторов на дорогах ДТП с пьяными водителями и других нарушений ПДД, могут снять это на фото или видео и отправить материал на указанный номер. В стране действует около 200 кыргызско-китайских совместных предприятий. Почти 80% из них работают в энергетике, промышленности и горнодобывающей отрасли. Недавно Кыргызстан посетил вице-премьер Госсовета Китая. Состоялись переговоры о расширении сотрудничества. Меры, которые помогают создать благоприятную и предсказуемую деловую среду, способствующую притоку инвестиций и долгосрочному экономическому росту. О том, как ведется работа с инвесторами и какие благоприятные условия созданы в следующем материале. Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В прошлом году объем торговли между странами достиг исторического максимума – почти 20 миллиардов долларов. Это свидетельство того, что рост в развитии взаимоотношений высок. Кыргызско-китайские совместные предприятия в основном работают в энергетике, промышленности и горнодобывающей отрасли. Чуан Хон Юнг, который уже 14 лет живет и инвестирует в Кыргызстане, также выбрал горнодобывающую отрасль. Сперва мы здесь открыли завод по переработке золотоносной руды. Сперва к работе, потом в Орловке. Это наш первый объект. Сейчас там лаборатория тоже работает. То, что на нашем заводе. У нас мы получили международную аккредитацию. В 2015 году я стал директором компании «Глобал коммерс», которая является учредителем компании «Сарайжаз» «Минерал майнинг». У нас сейчас на «Сарайжазе». Но там месторождение – олово, волефрамовое месторождение. У нас сейчас там работает уже человек 200. Дай бог, в будущем тысячи человек у нас будут работать. Инвестора заинтересовало обилие и разнообразие месторождения в Кыргызстане. Более того, поскольку китайская страна работает в обрабатывающей промышленности с передовыми мировыми технологиями, Чуан Хунг-Юнг также решил создать условия для работы с высокими технологиями в горнодобывающей отрасли Кыргызстана, потому что возможности страны в этом направлении очень широки. «Теперь у нас в Орловке есть другие планы тоже. Есть месторождение Мироновское. Это сейчас принадлежит к Кыргызстане. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы переработать их руду на нашей фабрике обогащения. Потом там ещё другой план. Мы хотим открыть завод по производству и сборке прицепов и спецтехник, которые очень нужны в Кыргызстане». Помимо горнодобывающей деятельности, господин Чуан Хунг-Юнг также внёс вклад в здравоохранение и образование. Кроме того, предполагается предложить новые проекты в сфере туризма. «Да, именно где я сижу, это Пешкекский горный технический колледж. Это тоже мы вместе с местным партнёром открыли. У нас даже школа есть. И я официальный представитель компании фармакорпорации CSPC. Это одна из ведущих корпораций Китая, которая производит лекарства. Мы создали с Минздрав Кыргызстана меморандум. Я думаю, мы уже в будущем на половину снизим цену, рыночные цены лекарств в Кыргызстане. Конечно, есть другие области, тоже есть другие отрасли, как туризм. У меня есть план по развитию туризма». Год за годом Кыргызстан создаёт и поддерживает благоприятные условия для иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, является основой экономического роста и создания новых рабочих мест. Китайская горнодобывающая отрасль, обладая значительными ресурсами и мощной инфраструктурой, уверенно идёт вперёд благодаря внедрению передовых технологий. Страна активно инвестирует в автоматизацию процессов использования искусственного интеллекта и развитие экологически чистых методов добычи. Благодаря этим усилиям Китай не только увеличивает эффективность и безопасность производства, но и снижает экологическую нагрузку, устанавливая новые стандарты мировой горнодобывающей промышленности. Мы знаем, какой потенциал у нашей страны, поэтому мы заинтересованы в инвестиции именно в этой отрасли. «Сейчас в Кыргызстане хорошая политика поддерживает государство бизнесу. Мы чувствуем, мы благодарны, мы готовы больше вкладывать инвестиции в Кыргызстан». В конце прошлой недели в одном из крупнейших кыргызско-китайских совместных предприятий Алтынкен выступил вице-премьер Госсовета КНР и заместитель председателя Кабинета министров, министр водного и сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Бахат Турыбаев. И проведены переговоры о развитии горнодобывающей деятельности. Бахат Турыбаев заявил, что расширение сотрудничества с Китаем является важной силой в стимулировании экономики страны и отметил необходимость продолжения сотрудничества по всем направлениям. «Основная цель – это добиться поставленных целей, это совместно работать с Китайской Народной Республикой и сотрудничать в разных сферах для нашей экономики, в планах позаимствовать в данной сфере опыт и технологию». Также в ходе встречи с президентом Садыром Джапаровым, вице-премьер Госсовета Китая, еще раз отметил, что будет стимулировать крупные китайские предприятия инвестировать в экономику Кыргызстана. Председатель социального фонда Бахтиар Алиев рассказал, где размещены средства накопительного пенсионного фонда. По его словам, соцфонд еще не начал вкладывать средства в золото. Данный законопроект прошел и подписан президентом. «Мы ввели данный финансовый инструмент на будущее», добавил он. Также Алиев проинформировал, что на сегодняшний день в накопительном пенсионном фонде есть 44 млрд сомов. Из них 80% размещены в государственных ценных бумагах с процентными ставками от 12 до 16%. И остальные 15% средства размещены в депозитах с процентными ставками от 14 до 18% в коммерческих банках. Это примерно 6,5 млрд сомов. Сегодня Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике провела мероприятие «Государственность и государственный язык», на котором обсуждалась проделанная работа в рамках 100-дневной акции «Язык и ценность в Чуйской области». В совещании участвовали представители различных отраслей в области. Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталеев подчеркнул огромную роль родного языка в укреплении государственности. Отметив его ключевое значение в формировании национальной идентичности, он выразил необходимость использования государственного языка во всех сферах общественной жизни. В рамках развития «Язык и ценность в Чуйской области» В рамках развития государственного языка в Чуйской области завершилась 100-дневная акция «Язык и ценность». Мероприятия включали повышение грамотности среди государственных и муниципальных служащих, изменение отношения к родному языку, популяризацию его среди школьников и профилактику проблем в языковом развитии. На протяжении 100 дней в Чуйской области активно велась работа по развитию государственного языка в учреждениях и предприятиях. В рамках этой программы осуществлялось обновление документации с учетом языковых требований. Кроме того, были организованы конкурсы с целью поощрения использования государственного языка в различных сферах деятельности. Специалисты отмечают, что на государственных и муниципальных предприятиях в Чуйской области дело производства в основном ведется на официальном языке, учитывая преимущественно русскоязычное население региона. Однако принимаются меры по расширению использования кыргызского языка. Проведенное мероприятие в Чуйской области закрепило важные изменения в сфере языковой политики. Теперь решено, что всю документацию необходимо ввести исключительно на государственном языке. Кроме того, было обозначено, что все рекламные материалы также должны быть представлены на кыргызском языке. Совместно с представителями администрации был разработан план действий по внедрению данных изменений. На мероприятии представлены общие показатели дела производства в районной администрации о ельных аймагах и мэриях. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос с 67% до 77%. В Джангиджерском участке электрических сетей Суклукского района построили совместный гараж для спецтехники. Облегчив работу сотрудников, новый гараж заменил устаревшее сооружение, обеспечивая комфортные условия для ремонта и обслуживания техники. Кроме того, участок получил внедорожник, что улучшит оперативность и качество ремонтных работ. В Джангиджерском участке электрических сетей Суклукского района завершилось строительство современного гаража для спецтехники. Новый гараж, возведенный по современным технологиям, улучшит условия работы сотрудников. Ранее на этом месте находился старый гараж, не соответствовавший необходимым требованиям. Новые условия позволят оперативно проводить ремонт и обслуживание техники, отмечают сотрудники. Новый гараж позволяет поддерживать технику в хорошем состоянии, проводить профилактические ремонтные работы в комфортных условиях. Это не только улучшает условия труда наших сотрудников, но и увеличивает срок службы техники. Кроме того, Джангиджерский участок получил новую единицу спецтехники – внедорожник. Приобретение внедорожника существенно повысит оперативность и качество ремонтных работ, что также приведет к снижению технических потерь. Специалисты отмечают, что новая техника отлично справляется с проездом по труднодоступным местам. Сотрудники Джангиджерского участка электрических сетей обслуживают 22 села, обеспечивая электроэнергией 12 тысяч абонентов. Подготовка к осенне-зимнему периоду ведется согласно графику, и все ремонтные работы выполняются в срок. Суклукская РЭС включает в себя три участка – Военно-Антоновский, Джангиджерский и Суклукский. Джангиджерский участок является самым отдаленным, и наличие внедорожника существенно облегчает оперативное реагирование на аварийные ситуации. Кроме того, недавно завершилось строительство современного гаража для спецтехники. Гараж был построен на собственные средства открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Суклукская РЭС – одно из крупнейших предприятий Чуйской области, на котором работают 120 сотрудников и которое обслуживает около 60 тысяч абонентов. В его составе находятся 2500 трансформаторов и подстанций, а также 128 тысяч километров воздушных линий. За последние годы особое внимание уделяется модернизации и улучшению рабочих условий сотрудников. В результате за три года была приобретена 241 единица новой техники, а также реализованы новые объекты. Зарплаты сотрудников также увеличены на 15%. В Кыргызстане из-за проливных дождей 33 государственных ирригационных объекта подверглись к разрушению. Сумма ущерба составила 13,5 миллионов сомов. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, в настоящее время сотрудниками службы водного хозяйства на местах проводятся первоочередные остановительные работы на разрушенных объектах и возобновляется подача поливной воды. На этом у меня все. Эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислова Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра. УТРК Чуй Продолжение следует... Продолжение следует...